Сегодня в программе «Творческая мастерская» мы встречаемся с творческой мастерской. Это место, где происходят многие наши встречи с духовно-просветительским центром «Патриаршая подворья» в Екатеринбурге. Здесь есть храм для молитвы, здесь стены расписаны прекрасными фресками и залы, напоминающие покои дворца. Здесь слушают старый рояль, который хранит тайну другой прежней жизни. На нем играли члены семьи Николая Александровича Романова. Вы, конечно, знаете, рояль привезен из Тобольска, из дома, где жила ссыльная семья Николая II. Редактор субтитров А.Семкин Само это место Уральской Голгофы уже заставляет вас по-особенному относиться здесь ко всему. К музыке, здесь звучащей, к выставкам, здесь размещаемым, к книгам, читаемым здесь. Мы рекомендуем прийти к нам в библиотеку, посмотреть эти альбомы, почитать эти книги, ну и посмотреть фотографии. То есть очень интересно, потому что эти фотографии, слава Богу, сохранились практически с самого рождения. Каким он был ребенком. Он, слава Богу, жил в такой вот церковленной семье. И отец его был священником, и матушка стала монахиней. И, в общем, очень много интересного на этой выставке представлено. Тем более, что многие книги, ну, наверняка, есть только вот в библиотеках каких-то специальных, а в домашних их не найти. Все здесь в постоянном движении. Художественные выставки, выставки книжные день за днем обновляются. Вот эту библиотечную выставку мы застали в День памяти Святейшего Патриарха Алексея Второго. И на ней есть действительно уникальные издания, недоступные широкому читателю. 5 декабря исполнилось три года, как не стало Святейшего Патриарха Московской всей Руси Алексея Второго. И к Дню памяти в библиотеке Державной сделали выставку, посвященную Патриарху Алексею Второму. А это съемки другой книжной выставки «Мы связаны на всю жизнь и навеки останемся вместе». Выставка открылась в День бракосочетания российского императора Николая Александровича и государыни Александры Федоровны. Выставка и посвященный этой дате вечер. Очень интересный показатель, страшный показатель для неверующего света является то, что император и императрица с 1903 года «С памятных саровских торжеств знали участь своей семьи, но следовали правилу, делай как надо, а там как Бог любит». И вот этот их супружеский союз, это замечательная супружеская чета с их верностью, с их верой, с их объединенностью в семейный союз, который есть в Малой Церкви, и является сегодня предметом нашей встречи. И вот уже звучит музыка, которой наслаждалось российское общество на рубеже XIX-XX веков. И, конечно, царская семья. Наши зрители уже, вероятно, обратили внимание на то, что мы все чаще и чаще обращаемся к культурным событиям, происходящим в Духовно-Просветительском Центре Патриаршее Подворье в Екатеринбурге. Обо всех событиях рассказать не хватит эфирного времени, настолько их много. О жаль. Значение этой насыщенной культурно-просветительской жизни переоценить невозможно. Дом этот прокачивает через себя, как кровь прокачивается сердцем сотни людей, и как кровь в сердце очищая, духовно подпитывая. Центр работает много и качественно. Это действительно центр и духовный, и просветительский. И встречи эти в Патриаршем Подворье собирают все больше и больше людей. Поступает много звонков, информация размещена и в интернете, на портале образования Урала. У нас там страница есть Патриаршая Подворье, и информация размещается обязательно на стендах, в храме на крови, в Патриаршем Подворье. Раздается людям, люди интересуются, приходят, и аудитория становится все больше и больше. Вообще, наша Патриаршая Подворье уже посетила более 25 тысяч человек за год. Это, конечно, очень много. И что приятно, что 70% из них – это учащиеся дети. Это очень хорошо. У нас есть постоянные посетители, которые приходят на выставки, интересуются этим. Часто это и читатели нашей библиотеки державной, а также участники других выставок. Мы их взаимно приглашаем на выставки других авторов. Также это наши краеведы, коллекционеры уральские, с которыми тоже плотно сотрудничаем. Они тоже очень всегда отвлекаются, с интересом следят за этими событиями. Очень приятно, что, конечно, и молодежь приходит на выставки, и аудитория постоянно расширяется. Да, это альтернатива торгово-развлекательным центрам, которых так много в нашем городе. К сожалению, духовно-проститерских центров их очень мало. Это нужно для России, для нашего города, для подрастающего поколения, чтобы люди видели красоту родной природы, могли посмотреть, могли узнать правду о истории нашего государства российского. Здесь очень много выставок. И сейчас у нас, например, есть коллекция, которая нуждается только в работе, и потом можно делать выставки. Это известнейшая коллекция Щекотова, Пушкинская. Ее надо, конечно, с ней очень много работать. И это дальнейшие выставки. В этом году, мы знаем, исполнилось 200 лет Царско-сельскому лицею, который выпустил очень много знаменитых деятелей нашего государства. И вообще роль Александра Сергеевича Пушкина, гениального нашего поэта, она известна. Ничего здесь просто так не происходит, ничего просто так не делается. Здесь это остро чувствуют. В Патриаршем подворье открыт для посетителей музей истории патриаршества на Руси. Церковь и общество, оно неразрывно связано между собой. И как музей Святой Царской Семьи рассказывает о величии Российской империи и российского императора Николая II, его семьи, рода Романовых, так рядом на этом же этаже находится музей истории патриаршества на Руси, так как церковь и государи всегда шли рука об руку. И благодаря им именно наша держава стала великой Российской империей. Здесь, в музее истории патриаршества на Руси, вы можете увидеть портретный ряд галереи патриархов работы Виктора Викторовича Шилова. Это известный очень художник, который пишет портреты известных русских людей, которые оставили значительный след в истории России, и также современных деятелей. Здесь, посмотрев на эти портреты, вы можете погрузиться в атмосферу и того времени, и мы видим их как живыми, и первого патриарха, и последнего патриарха. Экспонаты собираются тщательно, к каждому предмету отношение трепетное. Вот экспозиция, связанная с жизнью, деятельностью патриарха Алексея Второго. Послания, фотографии, памятные медали. И также здесь представлен портрет отошедшего ко Господу патриарха Московского Кефсия Руси Алексея. И 5 декабря 2011 года исполнилось 3 года со дня его кончины. И музеи истории святой царской семьи, и истории патриаршества на Руси, и художественные выставки, которые здесь проходят, и концерты всегда собирают много заинтересованных людей. Когда создавался духовно-просветительский центр, задумывалось, что будет и музей святой царской семьи, и библиотека, а потом выставочные залы, и как-то пошло вот именно, наверное, расширение деятельности. У нас действительно очень активная выставочная деятельность. Уже вот с 2010 года, с весны 2010 года в Подворье прошло более 40 выставок, больших и малых. И также и концертная деятельность у нас таким неожиданным образом стала развиваться. Ну и приятно то, что люди откликаются на нашу деятельность, и мастера хотят быть здесь представлены. Люди, зрители, они, в общем, уже знают о нашей площадке, и они интересуются, звонят, приходят, когда у нас следующая выставка, когда у нас следующий концерт. И, конечно, это радует, потому что Екатеринбург – это, конечно, культурный центр, и очень много музеев, выставочных залов, и концертных площадок. Но, как мне кажется, вот здесь действительно сами стены Духовно-просветительского центра, они диктуют некую свою обстановку, свои условия, может быть. И здесь человек может совершенно спокойно идти к нам на выставку и с малым ребёнком, потому что не увидят ничего эпатажного, ничего слишком острого, что сейчас, к сожалению, так любят представлять во многих выставочных залах или просто на экранах телевизора, в рекламе это можно увидеть. А здесь всё весьма достойно представлено. Это действительно русская культура и хорошего уровня. И, наверное, идея нашего центра ещё и заключается в том, чтобы возродить у людей вкус к русской культуре, к классике, к классической музыке. Как мне кажется, это действительно патриаршее подворье – это некое связующее звено между Церковью и миром. Люди, придя к нам на концерт, на выставку, пройдя в музей Святой Царской Семьи, потом многие идут в храм. То есть это вот, может быть, Господь ведёт вот таким путём через наш центр. Работает здесь очень много, но Господь и Царь Батюшка посылает людей, сотрудников, которые действительно к этому не безразличны. Порой люди задерживаются до 9 часов, если нужно, допоздна. И готовы здесь, ну, очень любят и Царя, и Царскую семью, готовы всё сделать. То есть такие люди здесь работают, слава Богу, поэтому с такими людьми можно горы своротить, и поэтому многое получается. Но, конечно, очень много ещё планов. Хотелось в храме на Крови сейчас сделать экспозицию по истории места мученического подвига Святой Царской Семьи, то есть истории храма на Крови, истории того, что было до этого Ипатьевского дома. Но нужно работать. Сегодня мы хотим поближе познакомить вас с пианистами, исполнителями произведений классической музыки на подворье. Это фортепианный дуэт Свердловской государственной академической филармонии, лауреаты международных конкурсов Елена Эндеберя и Владислав Чепинога. Они играют в концертах двух музыкальных абонементов Патриаршего подворья в программах для детей и для взрослых. Дуэтное музицирование было довольно распространено во времена последних десятилетий царствования дома Романовых. Фортепианные дуэты звучали в музыкальных кружках, в домашних музыкальных гостиных, и это была не просто музыка, написанная или переложенная специально для двух пианистов, играющих на одном инструменте. Этот маленький ансамбль заключал в себе нечто большее. Это скорее не два солиста, это... Дружба двух солистов. Это одна душа и четыре руки. Ансамблевость, своего рода соборность. Здесь есть чему учиться всем. Это надо договариваться. Это зависит от желания совместного. И усидчивости, потому что приходится, конечно, все равно много заниматься, чтобы приходить к совместным идеям и решениям той или иной музыкальной задачи. Их творческое сотрудничество с Духовно-просветительским центром началось полтора года назад. Полтора года назад в приезд патриарха Кирилла из Москвы меня попросили представить концертный рояль, принадлежащий императорской семье. С тех пор, в общем-то, и началась наша дружба с патриаршем подворьем, где мы выступаем в этом году регулярно. Потому что по многим просьбам слушателей, прихожан, мы создали целых два абонемента. И каждый месяц у нас по одному концерту из каждого абонемента проходит в зале патриаршем подворья. Мы, конечно, всегда подбираем что-нибудь новенькое в наш репертуар. Мы копаемся в международной библиотеке. И, в общем-то, концерты на подворье – это повод разнообразить репертуар. Разнообразие репертуара означает возвращение в мир музыки, в мир исполнительства многих портепианных шедевров. Какие-то произведения вы для себя открываете в связи с этими концертами? Вот, например, того же Гензельта, мне кажется, со времен советской России в Екатеринбурге никто не исполнял. Потому что эти ноты еще изданы до революции. Поэтому я предполагаю, что, может быть, конечно, когда здесь существовали музыкальные классы, на базе Зала Маклецкого, тогда еще, может, кто-то исполнял эти сочинения. В современную эпоху, так сказать, наверное, нет. Адольф Гензельт, этот русский немец, педагог, пианист, композитор, посвящал своей нежной, лиричной и ноктюрной императрице Александре Федоровне. Мы особенно тщательно стараемся изучать как раз рубеж 19-20 веков, композиторов, современников Архманинова, Скрябина, которых играют не так часто. И, собственно, открываем много интересной музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Репертуар фортепианных дуэтов весьма широк, как ни странно. А, в общем-то, это движение дуэтное не очень сильно развито, наверное, в мире. И тем приятнее, что мы исполняем зачастую неизвестную людям музыку, хотя среди этой музыки немало шедевров. Сегодня мы хотим дать вам послушать еще один из таких шедевров. Это пьеса Брамса из цикла «Воспоминания о России». Брамс гастролировал в России. И, как и многие музыканты того времени, свои воспоминания о той или другой стране записывали именно в музыке, в том, что услышали. В качестве обработок каких-то мелодий. Например, тот же Ференс Лейс точно так же написал транскрипцию Солодя Алябева или Чайковского из Евгения Негина парафраз. И мы исполняем целых шесть пьес Брамса из «Воспоминания о России». Это сборник. Написаны, кстати, еще и в институте. Музыка, которая так заинтересовала Брамса, это национальный гимн Российской империи, автором которого является князь Алексей Федорович Львов. Эту тетрадь Брамса довольно часто исполняет. Единственное, что оттуда исполняют только избранные номера, некоторые, допустим, Соловья, Алябева знаменитые. А вот национальный гимн мне что-то не приходилось слышать раньше. Хотя вполне вероятно, что кто-то и исполняет его. Но это для меня довольно редко исполняемое сочинение, и поэтому нам с особой радостью было взять его в свой репертуар и с большей еще радостью исполнить именно на Батаряшем Подворье. Что ощущают исполнители этой музыки замечательные? Что чувствуют слушатели? Я могу представить, потому что я была в этой роли. А что вы чувствуете? Ну, это и какое-то, мне кажется, особенное волнение и гордость. Все равно русские люди помнят свою историю, все равно она живет в нас. И играя эту музыку, в душе рождается какое-то особенное чувство. Итак, «Брамс. Воспоминания о России». Транскрипции в форме фантазии на русские цыганские мелодии для фортепиано в четыре руки. Князь Львов. Национальный гимн Российской империи. Исполняет фортепианный дуэт Свердловской государственной академической филармонии. Лауреаты международных конкурсов Елена Энтеберя и Владислав Чепинога. 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 Продолжение следует...